Здравствуйте! В эфире программа «В центре внимания» в студии Ирина Батина. В Париамуре начинается сезон грибов и ягод. К сожалению, ни одно лето не обходится без заблудившихся. Как не потеряться в лесу и что делать, если потерялся? Об этом сегодня мы поговорим с нашим гостем. Итак, в нашей студии Максим Ушаков, спасатель первого класса поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Амурской области. Здравствуйте! Максим, насколько эта проблема актуальна для Амурской области, потерявшихся людей? И кто чаще теряются? Взрослые, дети? Проблема актуальна. Теряются и те, и те, и все вместе, все разом теряются. Это даже чаще бывает, потому что идут компании за грибами. Сначала заблудился один, второй начинает его искать, нашел, и вместе они уже не ориентируются. Все, вот мы имеем двух, допустим, либо больше потерявшихся людей. А в основном места, где люди теряются, это деревни, ну ближе туда, да, лес, деревни, или в городских условиях тоже где-то теряются люди? Да, чаще люди, допустим, которых пригласили куда-нибудь в деревню, к родственникам, потом сходить вместе за грибами, они разошлись, и вот, допустим, городской человек, он уже не ориентируется в этом лесу. Но бывали и такие случаи, даже у нас в пригороде люди пытались собирать грибы и терялись. По вашему опыту, основные ошибки, которые приводят как раз к тому, что люди блуждают, не могут найти выхода? Ну, наверное, первое, это не информативность, то есть они не сказали, что собрались там пойти за грибами, например, просто даже не родственникам своим, с собой не взяли там какие-то вещи определенные, например, репелленты, просто идти, да, вот мошка у нас есть, комары у нас есть, вот гнус начинает тебя заедать, ты идёшь руками машешь во все стороны, и просто ты потерял ориентиры все, на которые можно было бы сориентироваться. Отвлекаешься на это, да? Да, ты отвлекаешься, идёшь, а чем ты дальше уходишь, тем они это всё сильнее тебя начинают заедать, и вот простой пример, который тебя может привести к этому несчастью. Ещё, наверное, малознакомая местность. Ну да, ну как бы люди стараются не ходить туда, но бывает так, что да, идут в незнакомые, хотят же, мы там в прошлом году были, там не было грибов, пойдём куда-нибудь, сходим на новое место, вот на новом месте и потерялись. А вот эта история, что грибок за грибочком и уходишь всё дальше, тоже имеет место в этой реальности, да? Ну да, но обычно, если там столько много грибов, люди сразу насобирали корзинку и возвращаются. Вот так вот. А ещё какие ошибки? Вот вы сказали, да, что никому не сообщили, что ещё? Отвлекаются ещё что? Излишняя самоуверенность, да, может быть? Ну да, она всегда, это, наверное, даже такой преобладающий фактор, что я здесь был, я здесь всё знаю, пойду там подальше зайду, пойду перевалю через эту сопочку, через другую, и в какой-то момент человек просто понимает, что, о, здесь его нету. А, да я вспомнил, надо идти в ту сторону. Пошёл и ещё дальше ушёл, потому что он не туда пошёл. Начинает плутать, начинает волноваться. Вот, всё. Хорошо, что, допустим, телефон есть. Но бывают места, где связи нет. Да. Хорошо, тогда давайте уже к правилам перейдём, да? Какие правила должны соблюдать люди, если они собрались вот за грибами, за ягодами? Ну, это должна быть у вас соответствующая обувь, да, это не каблучки, не кроссовочки там беговые, это желательно трекинговая обувь, в которую вы идёте. Это одежда, надо что-нибудь взять с собой яркое, чтобы у вас, в случае чего, можно было легко найти. Вот, репелленты, телефон. Желательно с собой ещё взять пауэрбанк на всякий случай, чтобы подзарядить телефон. Спички, лекарства, если вы их употребляете, то есть вам они необходимы. Воду, то есть термос — это ваше питьё, да, там, ну и перекус небольшой. Вот эти простые, как бы, вещи, они могут вам пригодиться в лесу. Ну, плюс, как я уже и сказал, нужно сообщить, что куда вы пошли, и местность, да, вашу там, допустим, ну и что выйдем на связь, скажем, через два часа или через три часа мы с вами свяжемся. А если вот касается, да, там, в одиночку ходить или лучше группами людей ходить, вот здесь есть какое-то правило? Ну, конечно, лучше группой ходить. Конечно, в одиночку — это в одиночку. Больше шансов заблудиться, да? С другом веселее, да, как в песне. Если с другом, то не страшно. Поэтому, само собой, лучше группа. А что делать, если всё-таки человек заблудился? Ну, во-первых, нужно успокоиться, потому что это однозначно будет волнение. Нужно вспомнить какие-нибудь ориентиры, которые ты, когда идёшь в лес, да, ты замечаешь вокруг себя большие деревья, например, либо рощу какую-то, либо наоборот, у тебя есть полянка какая-то. Ты вот примерно по ним ориентируешься и пытаешься выйти назад. Если ты понимаешь, что, допустим, ты обессилел, скажем, да, просто вот ты шёл, шёл, и у тебя отчеляются силы, питьё твоё ты попил, и ты не можешь собраться с силами, не можешь сориентироваться, тогда нужно просто попытаться дозвониться, если есть связь. Если связи как бы нету, вообще ничего нету, всё, ты остался один. Опять-таки нужно успокоиться. Если у тебя есть спички, попытаться развести костёр, прислушаться. Возможно, здесь есть железная дорога, возможно, есть трасса. И попытаться выйти на эти звуки. Если ничего вообще нет, то остаётся только ждать. Вы должны успокоиться и ждать, и знать, что за вами придут. — А можно как-нибудь сориентироваться? Ну, по крайней мере, как мы в детстве читали, да, там, север-юг, найти где-то что-то по деревьям, вот эти ориентиры. — Да-да-да, мох растёт с северной стороны. Это чаще, но это не стопроцентный факт на самом деле. Вот это доказано. Но если тебе это что-то даст, и ты умеешь это делать, тогда да. А если вот ты определил, да, у вас здесь мох, всё, там север. Ну, можно по солнцу определить, можно по часам определить стороны света. Но если ты не умеешь ориентироваться, то эта информация, она пустая. — Угу. Наверное, нужно ещё и почитать, да? — Ну, конечно, если да. — Да, если да. Просто, например, вы приехали на машине, да, вот с трассы вы съехали, у вас вот этот карман, который у нас всегда не есть, оглядитесь просто, запомните, как расположена трасса, как она расположена к машине, там, как лес, вот куда вы будете заходить. То есть вы приблизительно посмотрели, развернулись, что я буду спиной идти вот так, и за моей спиной всегда должна оставаться, допустим, машина. Вот. Если вы хотите куда-то свернуть, вы запоминаете, что я повернул налево, либо направо там повернул. — Угу. В голове маршрут простаёт. — Да, в голове вы строите маршрут, всегда. Да, это как бы нужно помнить и уметь. Не уметь, а ориентироваться. — А вот это вот тоже история, что оставлять какие-то там верёвочки, я не знаю, или какие-то знаки на деревьях, то может быть так? — Ну, представляете, сколько вам нужен моток. Ну, да, это глупость, наверное, там, ну, тащить с собой моток такой верёвки, не думаю. — То есть не стоит, да? — Да, конечно. — Нужно более серьёзные какие-то предпринимать действия. А вообще об этих действиях, вот о правилах, где-то можно почитать, где-то есть? — Да, конечно. Есть приложение мобильное МЧС России. Там много полезной информации. В случае чего там есть быстрый доступ к кнопочке SOS. Вы нажимаете, вы можете сразу позвонить в экстренную службу. Вы можете поделиться своими координатами. — А, то есть если вы потерялись в лесу и нет возможности, да? — Да, она привязана к спутнику. У вас GPS-сигнал, спутник засечёт ваш GPS-сигнал, и координаты пришлются в службу спасения. И там уже соберётся отряд, который будет вас искать. — Когда вот, чтобы найтись, так скажем, да? Вы уже сказали, что должна быть яркая одежда. А ещё что важно, чтобы найтись? Наверное, не сходить с места? — Да, лучше желательно. Ну, все наши рекомендации, они рассчитаны на то, что вы будете оставаться на своём месте. Потому что очень много затрудняет поиск, когда люди начинают ходить. Они всё-таки думают, что я сейчас попытаюсь выйти назад, и он просто уходит ещё дальше. — Ещё такой вопрос. Родственники знают, что ушли их, например, родственники с грибами. Вот через сколько родственникам нужно бить уже тревогу, если люди не возвращаются? Вот в среднем сколько это время проходит? — Тут, наверное, от родственников зависит. Просто они могут и переночевать с этим спокойно, и утром посмотреть, что у вас рядом нет. Всё, могут сразу. То есть, если вы договорились, что, скажем, через 4 часа мы должны быть дома, они должны, по идее, уже... — То есть, лучше сразу перед своим путешествием обговорить в точное время, да? — Конечно, конечно, конечно. То есть, ну, в принципе, это простейшая логика, что если вот человек уже ушёл в 8 утра, к примеру, а уже 10 вечера, и его нет, ну, надо, наверное, задуматься. — Хорошо, большое спасибо. — Спасибо. Я надеюсь, что приложением всё-таки все воспользуются, да, оно бесплатное и очень информативное для разных случаев. Я напоминаю, что это была программа «В центре внимания». Всего хорошего.